всем привет с вами ольга балабанова индивидуальный гид и автор путешествий а вы смотрите ехать надо на канале green jack channel сегодня вторая часть наших полезных советов об отдыхе в египте будем рассказывать вам о том как не испортить себе отдых и уехать с хорошими впечатлениями первое и главное не ждите идеального сервиса и идеальных условий просто настройтесь на хороший отдых и старайтесь во всем находить положительные моменты и как бы вас не раздражали местные особенности работы с туристами воспринимайте это как аттракцион на который вы купили билет расслабьтесь и получайте удовольствие это египет ничему не удивляйтесь в конце концов вы же приехали отдыхать и наслаждаться жизнью ну а теперь вооружившись этой мантрой давайте разберемся с конкретикой стоимость тура обычно включен бесплатный групповой трансфер в отель и из отеля в аэропорт но если вы дорожите своим временем и комфортом можно заказать индивидуальный трансфер он стоит не намного дороже а если вы летите большой компании цена будет еще приятнее в чем разница между групповым и индивидуальным трансфером групповой трансфер собирает и развозит по отелям всех туристов от определенного туроператора это значит что сначала придется всех подождать в аэропорту а затем заехать во все отели в которых предусмотрено расселение которым по маршруту окажется ваш отель неизвестно возможно и последним когда вы выбираете индивидуальный трансфер вы приезжаете и селитесь в свой отель раньше вашей группы а соответственно уезжая из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт вы можете выехать позже и сократить время ожидания вашего рейса в аэропорту помните если вы выбрали индивидуальный трансфер необходимо предупредить об этом представителя турфирмы чтобы он не разыскивал вас в отеле и не задерживал таким образом других туристов если вы заказали индивидуальный трансфер не в той фирме где покупали тур обязательно запишите контакты этой фирмы чтобы можно было оперативно изменить время выезда из отеля поскольку в египте частенько меняют время вылета рейсов за день до отъезда на рецепции вашего отеля появятся списки выезжающих туристов время вылета и время когда прибудет ваш трансфер убедитесь что вы есть в списке и есть информация о вашем трансфере если вас что-то смущает свяжитесь представителям турфирмы утром перед вылетом постарайтесь рассчитаться с отелем за все дополнительные расходы чтобы во время выселения не тратить на это время после того как вы сдали номер и ждете трансфера не оставляйте ценные вещи без присмотра носите их лучше с собой пропажу вы сможете обнаружить в аэропорту или по прилету домой а претензий предъявлять уже некому на сколько дней ехать в шарм-эль-шейх если планируете из шарм-эль-шейха съездить на длительные экскурсии например в израиль в каир и орданию то закладывается на ваш отдых минимум 9 дней собираясь на такие экскурсии не забывайте заказывать в отеле ланчбоксы с едой в дорогу брать воду а возможно и теплые вещи познакомьтесь с персоналом и не стесняйтесь давать на чай тогда официант в ресторане будет к вам внимательным коктейль вам приготовят покрепче а бургер не как всем а как положено то же касается и горничных и если вы с ними подружитесь смена полотенец станет регулярной шампуни мыла будут добавлять в нужном количестве кстати при бронировании отеля уточняйте входит ли в стоимость мини-бар в номере или у вас будет пустой холодильник самое частое опасение туристов трудности перевода египте персонал говорит на нескольких языках некоторые знают до пяти языков так что проблем с общением скорее всего не возникнет самое частое заболевание у туристов египте расстройство желудка это связано обычно с местной водой и и категорически не рекомендуется употреблять она здесь исключительно для наружного применения не стоит даже чистить ею зубы лучше это делать бутилированной водой многие рекомендуют дезинфицировать желудок водкой но египтяне привыкли делать это лимонами поэтому и к суп и к салату вам подадут небольшие половинки лимона вообще не стоит сравнивать еду в турецких отелях и в египетских такого многообразия и изобилия как в турции вероятнее всего не будет но это не значит что в египте нельзя найти отель с хорошим питанием в номерах бывают не только комары но и ящерицы и если от комаров стоит привести с собой защитное средство то от ящериц спасет разве что смена номера солнцезащитные кремы вам понадобится защита не меньше spf 50 солнце в африке очень активная водонепроницаемые чехлы для телефонов лучше проверенного качества спасут вашу технику от ненужных проблем ласты и маски для снорклинга лучше привести с собой иначе придется бегать по магазинам подбирая размер или брать в аренду важно захватите майку для плавания чтобы не сгореть во время снорклинга импортный алкоголь в отелях его обычно нет или есть за дополнительную довольно высокую стоимость купить пиво или фирменный алкоголь можно в старом городе суха сквер или наама бэй но эта задачка со многими неизвестными нам оба и суха сквер есть магазина duty free где в течение 48 часов с момента прибытия можно сделать одну покупку по паспорту и посадочному талону поэтому лучше всего привозить алкоголь и сигареты с собой или же купить все это в аэропорту перед посадкой самолет денежная единица в египте египетский фунт но на практике в ходу здесь доллары перед поездкой обязательно разменяйте их на мелкие купюры буквально по одному доллару во-первых в египте часто не могут дать сдачи а во-вторых чаевые никто не отменял самые опытные туристы стараются спуститься на пляж еще до завтрака и оставить на шезлонгах свои полотенца чтобы таким образом занять удобные места кроме того утром еще не очень жарко рыбы не прячутся в кораллах от жары а значит у вас больше шансов максимально познакомиться с местной фауной кормить рыб запрещено по многим причинам есть опасные и ядовитые рыбы которые попросту могут укусить вас при кормежке кроме того это может привлечь акул при купании в море постарайтесь не трогать кораллы их очень легко сломать даже в благоприятных условиях кораллы растут буквально на один сантиметр в год в продольном направлении поэтому на формирование среднего рифа уходят столетия за уничтожение или порчу кораллов туристов могут оштрафовать кстати вывозить кораллы из египта тоже запрещено для комфортного отдыха на пляже важно захватить с собой резиновые тапочки песок очень быстро прогревается и ходить босиком как по песку так и по понтону невозможно если вы забыли привезти с собой нужную обувь маски ласты все это можно купить в местных магазинах но лучше делать покупки не на территории отеля иначе серьезно переплатите такси самый популярный среди туристов способ передвижения на небольшие расстояния в шарм-эль-шейхи можно попросить вызвать такси на рецепции это как правило несколько дороже чем искать машину самостоятельно если же ваша задача сэкономить такси можно найти на стоянке на выходе из отеля или же просто остановить проезжающую мимо машину в любом случае предварительно погуглите ориентировочную стоимость такси в нужное вам направление чтобы можно было поторговаться с таксистом сознанием дела часто местные таксисты называют стоимость круговой поездки туда и обратно и высаживают туристов возле какого-то определенного магазина в этом случае чтобы уехать обратно в отель придется после прогулки по городу вернуться в этот магазин попросить вызвать вашего таксиста ну и соответственно подождать его какое-то время договаривайтесь о цене перед посадкой в такси и убедитесь что таксист четко понял куда нужно ехать иначе рискуете оказаться совершенно в другом месте за другие деньги будьте внимательными и при расчете в таких крупных туристических локациях по-прежнему работает аттракцион 1 доллар вместо 10 вы моргнуть не успеете как ваша десятка исчезнет а непорядочный таксист будет гневно размахивать единичкой но справедливости ради напомним что такое случается и в риме и в париже и вовсе не обязательно это произойдет с вами просто будьте начеку практически во всех египетских населенных пунктах существует специальная туристическая полиция и и служащих можно узнать по нарукавной повязки турист-полис полицейские обязан оказывать помощь давать необходимые справки и говорить по-английски если у вас возникли какие-то проблемы с таксистами или торговцами всегда зовите полицию услышав это волшебное слово конфликт как правило исчерпывается сам по себе суха сквэр на амабей старый рынок сюда лучше всего ехать вечером не так жарко вечером все оживает зажигаются огни и открываются все магазины и развлекательные заведения на старом рынке расположена очень красивая мечеть аль сахаба если планируете посещать такие места учитывайте что при входе в мечети женщинам следует накрывать плечи и голову нельзя надевать короткие юбки и топы а мужчинам запрещается заходить в мечеть в майке и шортах старайтесь не фотографировать местных или спрашивайте разрешение иначе у вас как минимум попросят денег за работу фотомоделью не покупайте что-либо в первом попавшемся магазине прогуляйтесь и приценитесь например египетское масло которое так любят наши туристы лучше всего покупать в аптеках разница в цене может быть чуть ли не в два раза за морепродуктами фруктами и свежевыжатыми соками отправляйтесь на старый рынок мы советуем практически все покупки делать именно тут но помните что местный менталитет предполагает умение торговаться здесь же много популярных ресторанчиков со свежими морепродуктами непременно читайте отзывы перед их посещением чтобы знать все нюансы и не попасть в просак прилавки с рыбой и морепродуктами стоят и прямо на улице тут вы можете выбрать все что вам захочется например креветок их вам приготовят упакуют и вы сможете привезти их в отель и устроить пикник с друзьями процесс приготовления лучше контролировать не отходить далеко от прилавка иначе о вас попросту могут забыть здесь же на старом рынке есть специальные лавки со свежевыжатыми соками обязательно попробуйте сок из гуавы тут можно не только выпить стаканчик но и взять сок с собой некоторые туристы умудряются покупать целые канистры замороженного фреша и везти их домой в термосумках фрукты если вы вдруг решили купить домой манго помните что его сезон в египте не круглый год а только с августа по ноябрь вне сезон продают желтый суданский манго вот он спелый и его можно есть а вот зеленый манго в это время не покупайте цена на него ниже но сколько бы вы его не грели под солнцем на подоконнике он так и останется зеленым как снаружи так и внутри вообще фрукты для дома лучше покупать за день до вылета тогда все будет вкусное и не переспелая саха сквер цены обычно выше здесь прогулочная туристическая улица много баров и дискотек но с барами будьте осторожны какой алкоголь вам нальют и сколько знают только бармен и нам обе чуть дешевле чем саха сквер но здесь не так красиво и модно как саха на сегодня все если вы любите самостоятельное путешествие смотрите наши обзоры и полезные советы а если вам близок формат авторских туров подписывайтесь на меня в фейсбук и инстаграм и присоединяйтесь к моим авторским турам с вами была ольга балабанова а вы смотрели ехать надо на канале greenjack channel пока пока и